здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня я предлагаю вам связать вместе со мной вот такой красивый объемный узор с вытянутыми петлями как с одной стороны он красивый так и второй можно применять этот узор для резинок для шапок для отделки очень красивый узор вяжется очень легко и просто узор состоит из четырех рядов высоту раппорта узора я взяла вот такие обычные простые ниточки пехорка сельский мотив он продается ведь раз все fits price магазине 4 рубля стоит моточек состава моточка 200 метров 80 грамм составу 30 процентов шерсть и 70 процентов акрил очень хорошая пража еще добавить в ней ниточку мохера и будет замечательная шапочка вяжется спицами номер три пряжа и крючком 46 вот такая замечательная пряжа очень выгодная я взяла спицы номер три круговые и набрала для узора 29 петель спицы круговые номер 40 номер три размер 40 сантиметров очень удобные удобные спицы для шапок очень хорошо первый рад вяжем кромочную кромочную петлю первую снимаем провязываем 2 изнаночные петли потом три лицевые снова 2 изнаночные 3 петли и так провязываем до конца рада и так 4 ряда будем вязать таким узором потом будем вязать узор основной но первые четыре ряда вяжем так просто как обычная резинка поэтому этот узор можно применять даже для отделки кофт кардианом делать резиночку такую красивую с объемными вытянутыми петлями и так вяжем до конца ряда довязали до конца ряда провязан 2 изнаночные петли кромочную провяжем изнаночной петлей я всегда провязываю изнаночной петлей первый ряд провязали с вами второй ряд вяжется по рисунку кромочную снимаем 2 лицевые петли 3 изнаночные и так дальше до конца ряда 2 лицевые 3 изнаночные как петли смотрят так и вяжем по рисунку так провяжем мы с вами 4 ряда таким узором а потом будем вязать основной узор так провязали мы с вами 2 ряда вяжем 3 2 изнаночные 3 лицевые вот такой узор у нас получается связали мы 4 ряда основного узора 2 изнаночные 3 лицевые кромочную снимаем вяжем 5 ряд основного узора вывязан основной узор 2 изнаночные петли из 3 петель мы будем делать узор вытянутой петли рассчитываем средние лицевые петли четвертую петлю вниз четвертая дырочка считаем так вам будет проще и и вытягиваем воздушную петлю вытягиваем свободно провязываем 3 лицевые петли снова возвращаемся среднюю лицевую петлю в нижнюю четвертую дырочку или четвертую петлю и вытягиваем воздушную петлю провязываем 2 изнаночные петли снова делаем узор из 3 петель среднюю лицевую петлю вниз спускаемся в четвертую петлю и вытягиваем воздушную петлю вытянули свободно провязываем 3 лицевые петли провязали снова опускаемся в четвертую петлю средние петли лицевой и вытягиваем воздушную петлю провязываем 2 изнаночные петли и так все петли будем провязывать в лицевых 3 петель вяжем до конца ряда вот так мы провязали все петельки лицевые вытягивали все красиво сделали 2 изнаночные петли провязываем и кромочную провязываем изнаночной петлей работу поворачиваем получается на шестой ряд кромочную снимаем 2 лицевые петли воздушную петлю снимаем на спицу нить перед работой 3 изнаночные петли провязываем воздушную петлю снимаем провязываем 2 лицевые петли и так до конца ряда воздушные петли снимаем а изнаночные провязываем все по рисунку только нужно запомнить что воздушные петли мы снимаем нить перед работой 2 лицевые петли воздушную снимаем 2 3 изнаночные петли воздушную снимаем провязываем 2 лицевые петли так у нас получается вяжем до конца ряда провязали два ряда узора это получается на 6 рядов уже провязана вяжем 7 ряд кромочную сняли 2 изнаночные воздушную петлю разворачиваем и лицевую провязываем вместе развернули и провязали вместе 1 лицевая здесь вытянутая петля и лицевая не нужно разворачивать а провязываем просто слева направо вместе 2 изнаночные петли снова разворачиваем воздушную петлю и провязываем 2 петли вместе 1 лицевая и 2 петли вместе слева направо с наклоном вправо разворачивать не нужно 2 изнаночные петли снова разворачиваем провязываем 2 петли вместе 1 лицевая и 2 петли вместе с наклоном вправо 2 изнаночные петли и 1 лицевая Петель 2 изнаночные петли вместе для산루 воздушную петлю разворачиваем 1 лицевая петлю вместе 2 изнаночные петли вместе 3 изнаночные петли вместе 2 2 изнаночные петли вместе с наклоном вправо где запутались разворачиваем и смотрим чтобы было красиво ровненько 2 изнаночные и 1 кромочная петля провязываем изнаночной петлей работу поварачиваем вяжем восьмой ряд четвертый ряд узора вяжем по рисунку кромочная 2 лицевые 3 изнаночные и так до конца рада 2 лицевые 3 изнаночные петли вяжем девятый ряд снова делаем узор опускаемся в четвертую дырочку среднюю петлю лицевой петли и провязываем и вытягиваем петлю провязываем 3 лицевые петли и снова опускаемся вниз и повторяем узор из четырех рядов и так будем вязать вверх сколько нам нужно длины четвертую петлю средней лицевой петли из трех петель вот это и есть наш узор узор получатся очень красивый издягиваем воздушную петлю 2 изнаночные петли вот так получается видите как довязали до конца ряда и показываю еще раз в четвертую петлю вытягиваем воздушную петлю провязываем 3 лицевых петель петли провязываем вытягиваем воздушную петлю свободно чтобы было воздушная петля 2 изнаночные и 1 кромочная петля работу поворачиваем снова вяжем кромочную снимаем 2 лицевые петли провязываем 10 ряд воздушную петлю снимаем нить перед работой всегда не перед работой 3 изнаночные петли воздушную петли снимаем 2 лицевые петли провязываем воздушную петлю снимаем 3 изнаночные петли воздушную снимаем 2 лицевые воздушную снимаем и так повторяем до конца ряда вяжем воздушные петли снимаем остальное все провязываем по узору так будет легче вам дорогие мои вязальщицы кто вяжет со мною воздушные снимаем остальное все провязываем по узору по рисунку кромочную провязываем изнаночной петлей работу поворачиваем вяжем 11 ряд 3 ряд узора кромочную сняли 2 изнаночные воздушную петлю разворачиваем провязываем лицевой петлей вместе лицевая петля и воздушную петлю и лицевую провязываем вместе не надо не нужно разворачивать она лежит очень ровненько красиво если нужно разворачивайте у меня лежит она очень ровно красиво 2 вместе лицевая и 2 вместе и так до конца ряда вяжем вот так узор получается у нас связали мы все ряды вот такой узор у нас пока получается постоянно опускаемся в четвертый ряд и делаем по новому вот связали мы вот столько рядов как вы видите один два три 4 5 5 рядов узора мы связали тянется как резиночка очень красивый узор и красиво получается шапочки с этого узора давайте еще вам покажу как нужно может кто еще не видел зашел только на канал включился с резины вот среднюю петлю лицевую опускаемся четвертую дырочку и вытягиваем петлю это и есть основной узор свободно вытягиваем петлю 3 лицевые провязываем петлю петлей опускаемся вниз и тянем воздушное петло 2 изнаночные петли 2 изнаночные петли 2 изнаночные петли снова опускаемся четвертую петлю 4 изнаночные петлю за заднюю стеночку две изнаночные и так вяжем до конца ряда вот такой красивый узор с такого красивого узора я связала себе шапочку осталось только стянуть петельки заделать ниточку вязала я по круг этим узором вот такая красивая шапочка у меня получается желаю вам связать такую шапочку подробной мк шапочки конечно будет на моем канале немножко попозже всем спасибо за просмотр за подписку и до новых встреч на моем канале всем пока пока